На часах в 10 утра в зале ожидания расчетно-кассового центра около сотни человек. Большая часть ждет своей очереди на оплату квитанции за тепло и воду. В их числе Татьяна Ходунова. На Калина 52 пенсионерка пришла впервые за долгое время. Я сюда редко очень хожу. Я вот, слава богу, платила все время. Никаких претензий не было ко мне. Поэтому я сюда и редко хожу. Я вот уже года два тут, наверное, не была. Я все время через Сбербанк плачу. Потому что там и без процентов было, и без ничего. А сейчас, говорят, тоже проценты будут снимать. И это не слухи. С 1 января банки взимают от половины до 3% от выставленной в квитанции суммы. У Татьяны обе платежки потянули на полторы тысячи. Комиссию посчитать нетрудно. Для пенсионеров у 45 рублей деньги. Чтобы не переплачивать, большинство потребителей их лынуло напрямую в кассы. В первые дни этой недели, в своей очереди, им приходилось дожидаться по 55 минут. О ситуации стало известно в мэрии. В связи с чем, Валентина Калита потребовала навести порядок в РКЦ. Этим сотрудники и занялись. Принято решение открыть дополнительно 4 окна. Из них 9 окон принимает оплата. Остальные окна принимают прочие вопросы. Каждый день без перерыва на обед. Каждый день до 7 часов прием ведется. Офис будет только здесь на колени на 52. В периоды массовых оплат, как только разносим квитанции, будут дополнительно открываться окна. За последнюю неделю ежедневно через кассы проходит около 1300 человек. Специалисты уверены, этот ажиотаж продлится до конца месяца. А потом стихнет. И возобновится снова только после 20 февраля, когда горожане снова получат платежки. Возможно, в следующем месяце многие придут в РКЦ в последний раз. С внесением поправок в законодательство потребители смогут вернуться к привычным онлайн-платежам.